А то, что нас с вами окружает, это уже самовары конца 19-го, начала 20-го века. Когда-то самовары были важным атрибутом каждого дома. Без него невозможно было обойтись. Самовары были походные, домашние. И все они были небольших объемов. Но есть и исключения. Самовары объемом 50 литров. Дровишки помельче кололи. Такой, да, внутрь. А тут вода, да. Вокруг вода. И предназначение этого самовара – угощение чаем на больших массовых праздниках. Поселок Суксун славился своим собственным производством самоваров. Много года идут, и такая домашняя утварь отошла в историю и теперь хранится в музее. Вот, например, суксунские самовары хранятся даже в музеях Москвы. Стоит отметить, в Суксуне считают, что именно у них был собран первый самовар. Урал оспаривает первенство Утулы. Это уже давно известно. И наши заводы, вот Суксунский завод и Нижний Иргинский завод, братьев Осокиных, они называются одним из первых, стали делать самовары. То есть выпуск примерно начинается с 730-х на Иргинском заводе, у нас 740-х. То есть последние документы, которые были найдены краеведами, все-таки Нижний Иргинск у нас немножечко оспаривает первенство. Поставить все точки над «и» помогут лишь официальные документы, которых пока нет. В Суксунском музее хранится небольшое количество самоваров. Коллекция была утеряна при пожаре. В Салькамске же таких изобретений достаточно, причем как на выставках, так и в архивах. В собрании нашего музея более 120 единиц хранения самоваров, которые собирались на протяжении всей истории нашего музея. У нас имеются самовары 18 века, середины 18 века. Один, предположительно, в фабрике Турченинова, Троицкого медиплавильного завода. Самовары прошлого века редко достают из архивов, ведь сейчас они история, которую нужно тщательно хранить. Более, так сказать, современные самовары большим объемом выносят на массовые праздники, например, на празднование Масленицы, что придает празднику свой шарм. Евгения Константинова, Сергей Зебзеев, телекомпания «Соль-ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова